Господи, все нервы истратишь. Вот что-то они там втроём пошли уже общаться, что-то выяснять. Блин, наконец-то. Чё так долго? А чё так долго? Потому что с пересадкой в Екатеринбург они с багажом не могли разобраться. Он транзитом не полетит. У нас всего полтора часа получается в Москве. Нужно за полтора часа пройти паспортный контроль, плюс получить багаж и улететь в Екатеринбург. Если они сейчас ещё задержатся, ты как медленно, если они заряжут вылетом, то мы точно не успеем найти. Но если они задержатся, то у вас стыковочный или он как бы отдельно? Нет, он стыковочный. Это всё одни птики пересадят, если даже не успеете. Ой, всё, проводили, проводились и даже плакать не хочется. Радостные уезжают. Видите, когда трудно добыто что-то, то с такой радостью вообще-то получаешь. Обычно пачут, ведь когда улетают, а тут нарадоваться не можем. Наконец-то билеты есть. Это же аэрофлот, кстати. Да, это наш экипаж аэрофлотовский, мне кажется. Ну всё, давайте, пока. Ну всё, я приехала, отвезла своих в аэропорт. Слава Богу! Хочу поблагодарить всех подписчиков, которые нам помогали советами, информацией, поддержкой. Огромное вам спасибо! И всё-таки, как делятся люди на разные категории? Кто-то, у кого-то безнадёга полная в жизни, которые считают, что всё, вот только их мнение единственное, и что все рейсы отменены, и ничего не летает. И эти люди прям упиваются этой информацией, шлют, шлют нам, что всё, вот вам так и надо, оставайтесь там в этой Америке. Пусть у вас виза будет просрочена. И есть другая категория людей, которые вообще, а чё так не летите? А чё вы так не летите? А вот так вот можно было улететь, а я вот так улетела. Знаете, и вот так вот смотришь, и думаешь, надо же, вот вроде бы все люди одинаковые, а у кого-то постоянно какие-то проблемы, и человек, он из этих проблем прям не может выбраться. Я не знаю, с чем это связано, и вот то ли он себе их сам придумывает, то ли так обстоятельства складываются, то ли ему как-то надо со своей головой поработать, чтобы как-то, ну, более позитивно на жизнь смотреть, к тебе будут приходить какие-то вещи, которые раньше для тебя казались, о, это не для меня, у меня всё плохо в этой жизни, всё фигово, все самолёты, которые не летают, это только будут мои самолёты. А люди как-то прилетают, человек смотрит, он не понимает, как так, я никуда не могу прилететь, улететь, а другие это делают. И, конечно, вот там много таких, ну, людей, которые с разборками были, так скажем, и женщина вот стоит, ревёт, я там инвалид такой-то группы, с апреля месяца не могу улететь, у неё билеты переносили, переносили, то ли она на госуслугах не зарегистрировалась, то ли не рассматривает другие варианты через Турцию полететь, потому что сейчас через Турцию можно без проблем летать, и поэтому, в общем, я не знаю. Так, ну, слава богу, ещё огромное всем спасибо за всё, дорогие подписчики, что вы для нас делаете, помогаете, поддерживаете, спасибо вам огромное, всех любим, всех обнимаем, не знаю, как ещё поблагодарить вас. Вот, хочу вам показать, как питается одинокая женщина. Вот, купила в Костка персики, очень-очень сладкие, взяла Нелли с Леной в аэропорт, они их умяли только так, 4 или 5 штук взяла Нелли, говорит, какие сладкие, правда, очень вкусные. Потом, вот в холодильнике что у меня, вот такой салат я сейчас покупаю, мне он нравится, вот этот вот бекон какой-то непонятный, я его выкидываю, а здесь помидорки, сыр, яйцо, соус вкусный, потом это, красное-то, забыла, как её называют, и спенниш, листья, вот такие зелёные, я их обожаю, клюква, клюква, вот, вот такая банка, стоит 11,67, мне на 4 дня, на 4 день уже так, листики подвидают, и уже она не такая хорошая. Так, потом, вот курочка у меня, ой, вот такая вот, я там отвамываю кусочек, подогреваю, микроволновка, слава богу, есть, вот, и в салате кладу, кушаю. Так, следующее, следующее вам покажу. Вот креветки, также купила, вкусно, с креветочным соусом, также, дня на 3 мне хватит, с салатиком. И купила вот эти фрукты, я их сейчас выкину, представляете, 10 долларов, блин, и я принесла домой, они уже не очень свежие, вот клубника такая, какая-то подвяленная, манго тоже какое-то вообще невкусное, и вот, наверное, выкину. Вот видите, вот видите, какая она уже такая вот, знала бы, так сразу бездова, сейчас, что, специально ехать, что ли, вообще неохота. В общем, вот тут тоже тухлятину продают, в Коско, блин, купила, и магазин-то считается, там все свежее, ничего подобного, надули. Давайте вам покажу, что на улице у меня делается. Вот так вот это все выглядит, вот так вот это все расположено. Я всегда, когда в мотелях останавливаюсь, я всегда вспоминаю американские фильмы. Там показывают убийства все время вот в этих мотелях всякие, приезжают там на один день, оружие хранят, какие-то там перестрелки между этими комнатами. Очень-очень много американских фильмов, вот именно действия происходят вот в таких мотелях. И я когда смотрела сериал «Декстер», когда приехала в Америку, я на нем училась. Ну, английский понимать, прям так он меня захватил, и вот «Декстер» тоже жил в таком же мотеле. Так классно, вот и я это, прям все время мне этот сериал напоминает. Все, хочу опять его начать смотреть, но все, времени нету. Слушайте, каждый день убирают. Надо уборщице чаевые положить, потому что вообще такая женщина хорошая. Как прямо этот, Санта-Барбара, Арки. По просьбам показываю, как пижамки смотрятся. Вот я сегодня спала в своей. Слушайте, кайфово, кайфово. Тепленькая такая она. Как-то приятный цвет. Взяла голубенькую себе. Такого плана, видите, такая прям женственная какая-то, необычная, с кружавчиками. Натянется на мне Элечка. У нее состав, я говорила, там на канале магазина. Так, 82 полиэстер, 15 вискоза и 3 спандекс. И вот то, что она флисовая чуть-чуть, она тепленькая. Как вам? Так, я пошла ходить по побережью. Полтора часа. Ехать мне 15 минут. Буду ходить полтора часа. Не упускать. Это шикарное время, когда можно ходить по океану. Дышать свежим воздухом. Сбрасывать лишние килограммы. И наслаждаться видами. Смотрите, какой домик чудесный. Как его весь вьюном обработали. Классный. Так, я приехала на пляж. Сейчас пойду балдеть. Смотрите, как все ухаживают, ровняют. Прямо как на горновыжном курорте. Оттраченные трассы там. Как-то это так называется. И здесь песок также оттрачивают. Чтоб ровненький был. Может, даже какой-то мусор убирают сверху. Сёрферов море. Представляете, они стоят рано утром. И сразу же идут заниматься сёрфером. Люди одержимы этим спортом. Это какие-то даже глупые, мне кажется. Или целая семья. Вообще молодцы. Не ленятся. Я сегодня лежала и думала, пойти не пойти. Пойти не пойти. Знаете, неохота так из постельки вылазить рано-то. Но я же понимаю, что я тут буду всего две недели. И только это меня подняло. Я подумала, если бы я думала, что я тут живу, и ещё могу на следующий день, и через три недели. А сытка такая бабушка. И через месяц пойти. И так вот думаешь, ладно. Потом пойду. И так и не идёшь. Это нужно себя заставлять поднимать свою ленивую задницу и идти. Когда пойдёшь, понимаешь, какой карк, какая ты молодец. Нет, вы посмотрите, чёрт, сколько народ ещё. Настя. Спасибо. Играйте. Продолжение следует...